Привет, друзья! С вами 40 тонн и у меня для вас новость, которая, думаю, большинству очень понравится. Некоторое время назад я объявил в танках конкурс на 1000 долларов. 1000 долларов это приз, который спонсирует мой хороший знакомый, почти друг и коллега по ютубу Алексей Земсков. Кто не знает про конкурс, жмите вот сюда, вот здесь я делаю специально флеш-аннотацию, подключайте внизу флеш-аннотацию, вот здесь правила изложены. Но, ребят, я наткнулся на проблему. Дело в том, что для большинства участников, которые хотят принять участие в этом конкурсе, его условия создают большой моральный дискомфорт. То есть нужно в самом начале боя написать ключевую фразу «1000 долларов моя» и потом воевать. Но ведь никогда не знаешь, ну все бои кажутся одинаковыми в начале, никогда не знаешь, к чему это приведет, а все вокруг начинают смеяться, троллить и даже мешать тому человеку, который хочет побороться за 1000 долларов. И я понял, что очень много людей просто отказываются от этой идеи, им очень хочется поучаствовать, но им действительно дискомфортно. Поэтому я поговорил с Алексеем Земсковым и я хочу пойти вам навстречу, ребят. Я смягчаю условия этого конкурса. Каким образом все будет происходить, ребят? Теперь фразу «1000 долларов моя» можно писать не в начале боя, а уже тогда, когда для вас, для самого появляется реальное представление, что может быть у вас есть шанс в этом конкурсе затащить. Вы набили кучу дамага или кучу фрагов, вы насветили так, что 12 тысяч урона по вашему засвету нанесено. Или еще каким-то образом, вы насбивали 2000 захвата базы за один бой, там толпа целая стояла, а вы быстренько пулеметиком, фугасиками гусеницы им дамажили и со всех сбивали захват. Они все брали-брали и никак не могли взять это все полчаса, допустим. И, ну, вы видите, что, ну, реально, есть у вас шанс по опыту уже быть первым. И уже большая часть союзников полегла и большая часть врагов полегла. Вы можете после этого уже написать фразу «1000 долларов моя». И этот бой будет принят, и вы будете рассмотрены как возможный победитель. Но я хочу обязательное условие все-таки сохранить. Ребят, после того, как вы напишите эту фразу, еще исход боя не должен быть окончательно предопределен. То есть должен сохраниться вызов. Потому что, как пожелал Алексей Земсков, это должно быть, ну, пари, некий вызов рандому. Я сказал, что я крутой, да, и я буду, ну, я затащу, я набью больше всех опыта, и вот за это я получу 1000 долларов. То есть, если бой совсем уже закончился, вот победили уже, и вы успеваете написать эту фразу, нет никакого вызова, не соблюден сам принцип конкурса, да. То есть вы должны еще после этого какие-то активные действия посовершать, там, порисковать, повоевать, еще что-то втащить. То есть, если осталось три беспомощных арты, а у вас взвод, и вы договариваетесь, и взводные вам гуслят эту артиллерию, а вы их добиваете одну, вторую и третью. Таким образом, еще больше опыта, еще больше фрагов. В этом нет никакого вызова. Это договоренность, это махинация, это мошенничество. То есть, такие бои не могут быть признаны победными в данном конкурсе. А если вы, ну вот допустим, вы насветили светляком, да, как я уже сказал, что по вашему там засвету 12 тысяч урона нанесено. Но после этого вам еще придется делать опасные вылазки, там, куда-то на чужую базу, еще куда-то на Малиновке, там, на гору съездить, еще подставляться, еще светить. И так 2-3 напряженных минуты. И пусть по вам не стреляли, но вы рисковали, вы еще, то есть, видно, что союзники на вас рассчитывали, что бой был втащен именно благодаря вам. Где-то начался захват базы, вы поехали, сбили, там, рискуя. Это будет засчитано, как что вы продолжали воевать, что бой еще не был закончен, и исход боя не был предопределен. Таким образом, ребят, вы поняли самое главное. Теперь вы можете писать эту фразу, когда уже действительно похоже, что вы можете победить в этом конкурсе. Если вы будете прислать мне бои, где слишком мало опыта, я буду вас информировать, что есть уже больше. Ну и что? Собственно, на этом все, ребят, старайтесь. Мне не все равно, как много народу может принять участие. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто хочет, если у вас происходит замечательный бой, чтобы вы тоже могли. Не те редкие единицы, кому на все пофиг, кто без комплексов, кто там пишет эту фразу, на клавиатуре набрал, ему все равно. Нет, чтобы каждый из вас мог поучаствовать. Мне нравится выбрать не из 10 человек, а из 100 тысяч человек. На этом я заканчиваю. Дерзайте в рандоме. Пишите фразу, набивайте опыт. Ребят, перед Новым годом должен быть определен победитель. Ему будет вручено 1000 долларов. А с вами был 40 тонн. Всех благ и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова